Привет, мои хорошие! У нас, как всегда, плакающая погода. Я с утра проснулась, думала, чем бы мне заняться. Короче, нашла, чем заняться. Сейчас вы мне поможете. Помните, я вам рассказывала, что я купила вот такие кашпо для цветов. Три штуки. Вот теперь мне нужно, чтобы вы мне помогли разместить эти кашпо вот на этой стене. Видите, она вся пустая, а хочется, чтобы она была красивая. И вот я не знаю, как мне их лучше разместить. Вам со стороны будет виднее. Сейчас я немножко поверну камеру. Вот так. И залезу. Так. Главное, тетя Люба, не грохнись. Так. Видно? Вот смотрите. Вот такие красивые кашпо. Вот как лучше разместить. Сейчас я одну брошу. Ой, господи. Вот так, например, вот. Вот. Вот так вот может быть. Вот. В шахматном порядке. Вот. Смотрите. Вот. У меня их три. Вот так. Или как-нибудь вот так вот лесенкой. Вот раз, два, а сюда третья. Вот как лучше, чтобы эта стена не была пустой. Главное, не забывайте, что у меня их три. Может быть, стоит как-нибудь вот над телевизором одно разместить. Вот так вот повыше. Мне очень нравится цветок березка. Но я пока не могу его найти. Буду искать на Авито. Он очень красиво кустится и красиво спускается вниз. Или расположить все три в ряд. Вот. Ну, у меня две. У меня просто рук не хватает. Вот. Надо как-то видеть со стороны. А так как я и примеряю, и смотрю вблизи, мне не видно. Или лесенкой. Или одно здесь, второе здесь, а третье вот здесь. Или, может быть, одно вот на этой стене разместить, а два разместить. Ой! А два разместить здесь. Ну, вот как лучше. Я, блин, всю голову уже сломала. Не могу я со стороны посмотреть. Я же не могу на скотч приклеить. А вам виднее. Так что давайте над этим подумаем. Ваши советы меня тогда во многих ситуациях выручали. Ну, вот как лучше. Может, пониже. Вот рук даже не хватает. Я извиняюсь, что я к вам не совсем лицом, но по-другому не получается. Сами понимаете, тетя Люба человек с юмором, поэтому вот как есть, так есть. Вот. Ну, как делать? Как? Смотрите, какая красота будет. А здесь будут свисать красивые цветы, вот такие вот зеленые, вьющиеся. Я их буду подстригать, и они будут большой красивой шапкой. Как лучше разместить? Может, здесь два. Один здесь. Или здесь два. Один здесь. Давайте подумаем вместе. Вы мне заодно подскажете. О, Господи. Как бы еще и не разбить, а то купила три последние, сейчас еще и кокну. Хе-хе-хе. А то я уже всю голову сломала. Как разместить, как разместить, как лучше разместить. Даже я не знаю, они прям такие симпатичные, они такие хорошенькие. Смотрите, какие хорошенькие. Вот сейчас даже поближе покажу. Смотрите, какие. О, сейчас свет включу. Вот. Объемные. Видите, какие? Вон, какое отверстие большое. Глубокие. Здесь даже, вон, виноградинки. Видите, вот так вот выгравированы, как будто. Пластиковые, белые. Смотрите, с полосочками. Прям что-то такое, вот прям дворцовое кажется. Видите, какие симпатяшки. Ну, это не симпатяшка. Это убрали. Вот. Крепится на гвоздик. Кашпо. Ставим сюда горшок. И вот получается очень красивый, лохматый цветок свисать будет. Ну, мне, честно говоря, вот очень нравится. Очень. Поэтому я забрала из магазина три последние. Так. Теперь, что хотела еще сказать. И еще мне требуется тоже ваш совет. Вот мое видео смотрела. Ник Ленок Сапаева. Ну, я думаю, что это Леночка. И Леночка мне написала. Снимите с кухни эти защитные пленки. Иначе со временем фасады испортятся. Бывает, даже долго не снимают, и пленка не отдирается. Потому что от жары, от пары она запекается. Я просто эти фасады делаю. Поэтому я знаю. И вот, вы знаете, я решила послушаться специалиста. Я думаю, что специалист, тем более мой подписчик, мой зритель плохого мне не посоветует. Вот, сейчас я вам покажу, чтобы все вы видели, что мои слова не расходятся с делом. Так, сейчас поправим. Вон, я уже начала отдирать пленку от фасадов. Так, полотенце снимем, чтобы оно не мешалось. Вот, видите, уже начала отдирать пленку от фасада. Слава Богу, она отходит хорошо. Так, Лена, вот, смотрите. Вы мне посоветовали, я решила вас послушать. Вот, вы знаете, так получается, что всю жизнь живешь, доживаешь до таких лет, а все равно учишься всему. Ну, пленка уже отдирается, ой, с трудом. Так, но она, ой, господи, сейчас стала пальцы прищемить. Она отдирается с трудом, но она отдирается все-таки. Но, слава Богу, не отдирается вместе с покрытием фасадов. Вот, Лена мне еще написала, что пленка может либо золотистая быть, либо серебристая. Она, Лена, вот, идеально прозрачная. Вот, смотрите, видите, вот вообще прозрачная. Мне повезло, видимо, с прозрачной пленкой. Отдираем все до самого конца. Как раз именно ту полку, где она у меня и болталась. Неотодранная. Вот, и так будем отдирать все, потому что она здесь уже, вот, даже поближе покажу. Вот, смотрите, она уже даже начала отставать. Вот, видите, вот, вот, вот. Вот, ну, это, конечно, выглядит некрасиво. Такая красивая апельсиновая кухня. Ну-ка-ся, ну-ка-ся, ну-ка-ся. О, все отдирается замечательно. Если отдерется с пленкой, ой, с пленкой, вместе, там, с краской, с пластиком, я не знаю, что будет. Ой! Туго. Отдирается туго, но, слава богу, пока безо всего такого, без краски. Раз. И вот таким способом придется отодрать всю пленку. Я не хочу, чтобы пострадала моя кухня. В той, в старой квартире, в старой, нам кухня прослужила, вот мы там сколько прожили, 15 лет? Вот где-то 15 лет мы там прожили. Не, 14, наверное. Ну, не важно, короче. Там была самая дешевая кухня, мы ее тогда за 12 тысяч заказывали. Здесь кухня моя стоит 63 тысячи, по-моему. И то она дешевле из-за того, что я ее заказывала в мастерской города Домодедово. Ну, а вообще в Москве очень дорогие цены на кухни. Я не смогла заказать, просто денег столько не было. Ну, всегда же человек ищет, где подешевле. Так, где у нас тут еще пленка? Именно здесь. Ну, хочется перед Новым Годом, чтобы квартира была красивая. И чтобы пленки этой не было, чтобы кухня потом не испортилась. Как мне вот Леночка сказала, что могут испортиться фасады. Такие деньги заплатив, заплатить, и что, фасады испортятся. Это, конечно, ужасно будет. Так что вот таким способом буду отдирать всю пленку сегодня. Буду заниматься именно этим. А потом буду еще украшать квартиру. Так. Чтобы вы не подумали, что я только с одной двери отдираю это все. Нет, не с одной. Даже с посудомойки тоже отдираю. Ой, у нас отродясь не было посудомойки. Честно скажу, я ей пользуюсь очень редко. Я забываю, как ей надо пользоваться. Так. Ну что? Отдираем все. Как Леночка мне и посоветовала. Жалеем свою дорогущую кухню. Так. Вот интересно, она изменит цвет или еще рано? Ой, она более блестящая. Пленка-то, видимо, матовая стала. Так. Здесь тоже отдираем. Не думайте, что я где-то что-то оставлю. Все отдиру. Весь процесс, конечно, показывать не буду. Скажут, вот, показывает. Кухню она обдирает. Радость какая. Ну, в общем, это чтобы вы не думали, что я отдираю только на одной дверце, чтобы вам показать. Не, не, не. Тетя Люба не из тех людей. Отдирать так отдирать. Муж, конечно, удивиться. Кстати, помните, у нас разговор был о мужчинах? Вот этот разговор касается не только мужчин. Ой, ну, был разговор о мужчинах. Но мужчины думают, что если они пришли в семью или создают свою семью, то уйдя от мамы, им можно будет все. Вы знаете, вот мне кажется, что создание новой семьи сравнимо с поездкой в другое государство. Вот даже с туристической поездкой. И вот представьте, вы православный человек, вы поехали на экскурсию в мусульманскую страну. Но вы любите загорать на нудистском пляже в обнаженном виде. А в мусульманской стране нельзя загорать в обнаженном виде. И в этой стране нужно соблюдать определенные правила. Не одевать короткие юбки, не загорать голышом на пляже. И если что, вдруг вы нарушили закон этой страны, вас заберут в полицию. Ну так и вот, в чужой стране соблюдаются определенные законы. Поэтому вы, приехав в чужую страну, должны тоже соблюдать законы этой страны. Вот считайте, что ваша новая семья точно такая чужая страна. Куда вы приехали? Но только вы создаете эту семью. Вы создаете эту страну, свою, новую. И в этой стране должно жить комфортно и женщине, и мужчине. Ведь правда? В семье вы создаете такие же правила, как правила создаются в другой стране, по их образу жизни. И у вас так же. Да, поначалу это будет сложно. Конечно, очень легко было жить с мамой, которая подберет за сыном носки, снимет полотенце с дверца, с шкафа. Все приготовит, все помоет. Но ваша жена жила точно в такой же семье. И тоже мама за нее все делала. Так почему же вдруг она должна все сделать здесь, в своей собственной семье, в начале семейной жизни? И убирать за вами? Почему она должна обеспечивать вам такое же проживание, как вы жили с мамой? Она такой же ребенок, как и вы. Поэтому надо уважать труд другого. Ну не бросай ты эти носки. Ну возьми и положи их в тазик. Тебя же никто не просит их даже постирать. Хотя это, между прочим, не сложно. Хотя бы одновременно, когда вы принимаете душ. Всегда можно после этого простирнуть носочки. Жене будет приятно. Она в сто раз больше для вас сделает после этого. Так же, как и жене. Дома, возможно, она не училась готовить. Здесь ей придется это делать. Возможно, что-то не гладила. Где-то не убиралась. Она же тоже этому учится. Так что же вы сразу хотите на нее навалить все? Вот я буду жить так, как я жил с мамой. А вот ты должна все делать. Нет, ничего подобного. Ничего подобного. Поэтому, когда вы начинаете жить вместе, хорошо бы завести определенные правила, чтобы эти правила облегчили вашу жизнь. Дальнейшую, совместную. Поначалу это будет очень сложно. Очень сложно. Столько будет стычек. Каждый будет тянуть одеяло на себя. Вот ты это, а вот ты это. Но пройдя через все это, вы привыкнете к этим правилам. Привыкнете. А как известно, привычка порождает характер. И вы уже потом не сможете просто так, сняв носки, бросить их, где попало. Не сможете просто. Вы себе не сможете этого позволить. Иначе вы будете ходить и на них натыкаться. А вы будете их класть туда, где место. Для ваших грязных носков. И женщине будет очень-очень приятно. Еще одна очень маленькая заметочка. Женщина такое существо, которое может любить мужчину из чувства благодарности. Правда. Просто из чувства благодарности. И потом наступает такой момент, когда ты начинаешь любить этого человека, даже не замечая этого и не задумываясь. Конечно, если вы просто так поженились ради красивого платья, ради того, чтобы пить пиво каждый день, чтобы этого не видела мама, чтобы она не капала вам на мозги, что вот, ты пьешь пиво, ты пьешь пиво. Многие из-за этого женятся, да, многие. Чтобы только уйти из семьи с мамой. Но почему-то они так думают, что создав свою семью, там они будут вести себя. Еще хуже, чем вели себя с мамой, что там полная свобода. Вряд ли современная женщина предоставит вам такую возможность. Потому что она тоже человек. И ей тоже хочется жить в нормальной семье. Кстати, мне многие писали, что эти штанишки потом могут на меня не налезть. Вы знаете, нет? Они прекрасно налезли. Прекрасно налезли. Они немножечко уменьшились в объеме. Ну, честно говоря, я бы купила на размер поменьше. И как сказал один мой подписчик, Эй, хейтеры! На этих штанах изображены ваши фотографии. Рассматриваем и узнаем себя. Ха-ха-ха-ха-ха!